Всем привет! С вами Ольга Сергеева и вы на канале Кинотрафик. Сегодня я расскажу вам о французском режиссере Леосе Каракси, жизнь которого всегда окутана тайнами. Посоветую, какие его фильмы вам надо обязательно посмотреть, и вы узнаете, как этот режиссер связан с Россией. Новая волна интереса к его персоне и творчеству связана с успехом фильма «Аннет», удостойного золотой пальмовой ветви за режиссуру на 74-м Каннском кинофестивале. Кто же такой этот загадочный Леос Каракс? Он скрывает свое имя под псевдонимом, крайне редко дает интервью, жизнь его полна трагических потерь. С начала 80-х снял 6 художественных фильмов, 6 короткометражных и 2 музыкальных видео для Карла Бруны. Алекс Кристоф Дюпон родился в 1960-м при городе Парижа. Его псевдоним является анаграммой настоящего имени режиссера и имени Оскар. Бросив системное образование еще в ранней молодости, он не получил и кинематографического, но, как и многие французские режиссеры, начался с татей в Кае-де-Синема. Вместе с постпанковым Люком Бессоном и гламурным Джан-Жаком Бенексом становится главным режиссером новой-новой французской волны, или Нео-Барокко. После выступлений студентов и рабочих в 1968-м выразил всеобщие пессимистические настроения во Франции времен режима Франсуа Меттерана. Искусство и кино того времени концентрируются на кардинальном разрыве с прошлым, отказе от традиций. Разочарованные и романтичные герои ведут маргинальное существование, оторваны от социума и погружены в мир индивидуальных переживаний. Как же снимает Каракс? Несмотря на стремление порвать с традиции, любая работа Каракса свидетельствует о глубоком знании истории кино. В его картинах очень важен ритм и темп монтажа, особая композиция кадра, оригинальные операторские решения, насыщенный музыкальный ряд, использование света, необычных деталей, цвета, танца и пластики тела, поступательного движения вперед. Для Каракса всегда главным была не сама история, а то, как она рассказана. Какие же фильмы Лео Сакаракса нужно обязательно посмотреть? Режиссер смело заявил о себе в 1984-м черно-белой истории о любви «Парень встречает девушку», которая была лирическим воспоминанием о классике кино. Он открыл условную трилогию про Алекса. Героя исполняет актер с запоминающейся характерной внешностью и именем Дэни Лаван. По сути, он и явился воплощением самого режиссера на экране. 20-летний Алекс не может найти себя и случайно встречает Мирей, которая хочет уйти из жизни. В главной женской роли здесь выступают музы режиссера того периода Мирей Перье. Вспышка любви, разбитое сердце, страдания, часто трагическая развязка – составные части почти всех ранних фильмов режиссера. «Дурная кровь» выходит в 1986-м. На сюжет повлияла массовая истерия эпидемии СПИДа. Действие разворачивается в недалеком будущем в Париже. Два гангстера похищают из лаборатории редкую вакцину. Формально это фильм ограбления, но по сути та же вечная история неразделенного и трагического чувства. В ней уже появляется новая большая любовь Каракса – Жюльет Бинош. Режиссер не скрывал, что все фильмы, которые он снимал, только о нем самом и о его жизни. «Любовники с нового моста» вышел в 1991-м. Это та же история о встрече двух одиночеств в декорациях несовершенного Парижа. Живущий на мосту Алекс влюбляется в талантливую, теряющую зрение художницу. И снова вода, и огонь, любовь, и кровь, безумная страсть и страдания от неразделенного чувства. Снова перед нами обнаженная личная тема – мучительное расставание с актрисой, превращенная в кинопоэзию. Скандальный фильм снимался три года, разорил трех продюсеров, не окупил затраченных средств и по сей день остается одним из самых дорогих французских кинопроектов, когда-либо снятых. Многострадальная картина становится переломной в карьере режиссера. Все отказываются вкладывать деньги в его фильмы, но о нем узнает зритель и за пределами Франции. В 1999-м на Каннском кинофестивале он представляет свой самый провокационный фильм «Пола Икс». Это адаптация романа Пьер или «Двусмысленности» Германа Мелвила. Книга, ставшая главным провалом для писателя, сыграла ту же злую шутку и с режиссером. Герой Лю Пьер в исполнении Гийома де Пардье, писатель, бросает свою спланированную и налаженную буржуазную жизнь, чтобы помочь неизвестной, нуждающейся девушке из Восточной Европы. Картина, наполненная тревожными настроениями саморазрушения и образами войны в центре Европы, не нашла понимания. Фильм был жестоко раскритикован в мировой кинопрессе. Каракс берется за новый проект лишь в 2008-м. И дело тут не только в недостатке финансирования. Автор живет и работает в своем личном темпе. Без возможности реализовать свой полный метр, в альманахе короткометража в Токио он снимает новеллу «Дерьмо», где странный мужчина в зеленом начинает терроризировать японскую столицу. Новый образ – еще один шаг режиссера в разговоре с обществом о современных монстрах. Эту беседу в абсурдистской форме он продолжает в своей картине 2012 года «Святые моторы». Каракс возвращает Данила Вана уже на улице Парижа. Господин Оскар в том же зеленом костюме с грязными ногами и безумным лицом путешествует уже в лимузине, перевоплощаясь в абсолютно разных людей. Фантастический сюжет ставит массу вопросов, главный из которых – кто же мы все-таки и что есть реальность. «Святые моторы» – абсурдный и дерзкий, полон аллегорий и мелодрамы, сюрреализма и иррациональной страсти. Потребность и возможность рассказать нам свою новую старую историю возникла у автора только в 2021-м, в фильме «Аннет». Безну страданий, в которые погружается сам режиссер уже 10 лет после смерти любимой женщины, он явил в истории любви и боли успешного стендап-комика и оперной дивы в исполнении Адама Драйвера и Марион Татьяр. На седьмом десятке Каракс снимает фильм «Исповедь» не столько о человеке, сколько о творце, которую невозможно проговорить, а только пропеть. Саундтрек фильма состоит из хитов глэмовой рок-группы 70-х «Спаркс». Музыкальное шоу длиной в 140 минут, увлекательная и душераздирающая история о любви, пути в искусстве, испытании славы, горькой потери и надежде на обретение. Как Леос Каракс связан с Россией и почему его так любят у нас? Все фильмы Каракса имели большой успех на протяжении всех этих лет у интеллектуального зрителя в России. Его дед и бабушка покинули СССР в начале прошлого века. Большое влияние на режиссера оказала русская классическая литература, особенно Достоевский. Музыку Шостаковича и Прокофьева он использовал в своих фильмах. Ценит Андрея Платонова и Леонида Андреева. Одной из последних мус и женой режиссера была русская актриса Катя Голубева, которая рано ушла из жизни и оставила ему дочь Настю. Его герои образуют свою собственную контркультуру, живут вне традиционных рамок, не щадят себя и являются энергетическими сгустками ярости, страсти и любви. Для среднего уравновешенного европейца все это будет как-то через чур. А вот для русского менталитета так и в самый раз. Лиас Каракс, поэт экрана, через столько лет молчания подтвердил свой статус уникального культового режиссера и снова сумел гениально, просто и неприлично, красиво рассказать о вечном. А на этом у меня все. С вами была Ольга Сергеева. Смотрите мои новые выпуски на канале Кинотрафик. Подписывайтесь, ставьте лайки и с нетерпением жду ваших комментариев.